так дорогие друзья мастера и мастерицы приглашаем вас на вторую часть нашего мастер-класса и сейчас мы начнем с вами заниматься тем что будем оформлять нашу морскую звездочку для этого мы сейчас сделаем ту самую шестельную которую мы планировали в середине для этого я использую расплющенную гильзу но очень хорошо в этом плане подходит и смазав гелем ну и сюда закрепим а теперь мы можем заняться уже броней я для этого поступлю следующим образом раскатаю сейчас такой пласт поделю его на различные полоски чем дальше тем уже нам хватить так и теперь разделим на три части и получим неплохое заготовочку то есть сейчас мы смажем эти части звездочки клеем мы начнем вот отсюда допустим оставим самый кончик стоять далее в перехлёст еще раз перехлёст еще раз перехлёст вот такую структуру мы получили красиво теперь нам необходимо ее отрезать аккуратно отлично мы получили то что мы хотели следующее что мы сделаем это нанесем здесь следы какого-нибудь рифлёного металла так вот аккуратненько и поставим здесь заклёпки для этого наделаем разные величины заклёпки те которые побольше привлепим к основанию допустим три штучки вот так поменьше уже пойдут у нас вот сюда ну и пройдемся так аккуратно для верности пальчиками готовенько готовенько ну и так мы сделаем по всем остальным четырем лучикам после того как мы покрыли броней и поставили заклёпки чтобы это ничего не нарушить тоже давайте отправим его запекаться а пока подумаем над тем как сделать здесь корпус сделать какой-либо корпус не важно для чего очень в общем то просто если у вас есть такой колпачок и подходящая вырезка то есть мы сейчас сначала обернем колпачок потом выставим на серединку вырезку и нажмем и нажмем все получился корпус нам останется только его ровно отрезать и вот это и 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 вот у нас уже корпус готов осталось его запечь а потом посмотреть что туда внутрь поставить ну теперь давайте как договаривались сделаем здесь такие элементы вот что-то типа того придется повозиться но оно стоит здесь как мы договаривались мы должны провести такие гофрированные трубы кто с нами давно знает как он делать кто недавно сейчас покажу возьмем класс полимерной глины и раскатаем резьбу в этот раз я не буду вкладывать обычно я вкладываю такой жгутик туда внутрь но в этот раз мне нужно на конус и поэтому я сделаю следующим образом то есть я просто напросто сейчас аккуратненько с обоих сторон буду подвигать создавая такую трубочку с обоих сторон и с обоих сторон причем и теперь мы можем отрезать эту трубу и ее аккуратненько так это на конус вырезать что это нам даст видите что это нам даст мы здесь сможем очень так это интересно проложить такие трубы здесь и соединить их при соединить их уже с с патрубками и тогда будет довольно таки декоративно очень понятно да но сейчас сейчас я слышу звонок это значит наша наш корпус готов посмотрим вот он вышел из печки аккуратно снимем и примерим он встал сюда как вылитый отлично осталось значит сюда приделать по трубке и потом как я показал вот эти гофрированные трубки так ну пришла пора все это дело соединить кусочек маленький кусочек с корови носочек и приклеим сюда наш корпус отлично теперь мы можем посмотреть какая из моих форм подойдет сюда лучше всего сейчас я не запекаю потому что я хочу это дело немножко выгнать так вот где то вот так да я думаю это будет лучше и потом отсюда войдут уже гофрированные трубы ну что ж так и сделаем поставим сюда и так на все пять лучей вот теперь мы можем уже заняться непосредственно гофрированными трубками пришел это вот так тоже по 5 лучам вот так выглядит теперь наша звездочка и после небольших размышлений все-таки решил сделать тут небольшой механизм ну что-то мне говоришь что так она в этом случае будет оправдана поэтому я возьму свои формочки и наделаю себе еще парочку таких шестеренок запчасти давайте соберем теперь уже так вот такой зацепчик получился хорошо так сюда вот так будет выглядеть механизм после того как закончена работа мы можем теперь и покрасить я не буду показывать этот процесс потому что я его множество множество раз показывал покрашу просто покажу уже готово что вот 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 и и так все-таки я не удержался было хоть и быстром темпе но показал вот такая у нас звездочка получилась Останется сюда приделать заколку саму, арматуру. Дело в том, что я не стал ее загибать. По одной простой причине, что я из нее сделаю еще модель, молдинг. И потом уже буду оттиски гнуть, как я это сделал в первом своем видео. А когда я буду делать оттиски, я тоже в целях экономии буду проминать все это. Здесь не будет такой сплошной, хотя она даже в этом состоянии очень легкая. И вполне на пышных волосах стимпанк леди будет держаться. Ну вот и все, дорогие мои друзья, мастера и мастерицы. На этом первый проект «Морская звездочка» закончил. Ждите следующих. А фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, пока прощаемся с вами. Желаем вам творческих успехов.